Страны ЕС начинают прививать граждан британской вакциной AstraZeneca, которую в минувший четверг одобрило Европейское агентство лекарственных препаратов. После этого Испания получила первую партию – около 200 тысяч доз. Минздрав обещает распределить их среди медицинских работников, которые не находятся, цитата, на передовой борьбы с COVID-19. До конца февраля Мадрид рассчитывает почти 2 миллиона доз препарата AstraZeneca. Всемирная организация здравоохранения тем временем вновь призывает воздержаться от прививочного национализма. Единственный способ справиться с глобальной пандемией – это добиться справедливого распределения вакцин во всем мире. Это было бы правильно. Я очень надеюсь, что мировые лидеры в ближайшие недели поймут, когда несколько стран проводят массовую вакцинацию, а в более бедных регионах такие возможности чрезвычайно ограничены. Это не поможет добиться прогресса в экономическом, социальном, экологическом и даже моральном отношении. На фоне проблем с поставками вакцин европейские правительства все больше стремятся расширить ассортимент препаратов, в частности за счет российских и китайских разработок. Австрии и Словакии заявляют о готовности производить эти вакцины, если те получат лицензию в ЕС. На этом фоне в Европе продолжаются протесты против политики по борьбе с пандемией. В субботу такие акции прошли в Дании, а также на границе между Австрией и Германией. Это не протест против чего-то. Мы выступаем за свободу, за будущее наших детей и за сохранение Конституции, которую неоднократно нарушало австрийское правительство. В постановлениях Конституционного суда говорится, что карантинные меры были неконституционными. Протестующие недовольны идеей так называемых прививочных паспортов. Выдавать особые документы тем, кто вакцинировался, планируют Дания и Швеция. Против этого выступают в британском правительстве, напоминая, что вакцинация проводится добровольно.